Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые площадки и смотрим за тем, что же интересного на них происходит. Напоминаю то, что эта неделя обещает быть довольно-таки жаркой, потому что, в отличие от прошлой, отчетов будет предостаточно и отчетов очень серьезных, в прямом смысле способных сказаться даже на долгосрочных ориентирах ряда инвестиционных активов. Но здесь, прежде всего, я делаю ставку снова на евро, на американскую валюту и еще на канадца, потому что у нас на повестке возможность снижения процентной ставки, о чем, собственно, я вам уже говорил. Обо всем предлагаю поговорить подробнее. Стараемся мы, разумеется, не выпускать ни одного серьезного отчета и не пропускать ни одной торговой сессии, потому что очень важно придерживаться вот этого посыла преемственности и, соответственно, знать, что происходит прямо в моменте на финансовых площадках. Начнем мы сегодня традиционно с бренда. Если есть возможность, откройте графики, посмотрите, давайте констатировать уже по факту. Минимальное значение прошлой торговой сессии по бренду 27.98, сейчас этот актив торгуется на уровне 28.95. Слегка отрастает. В целом, это не меняет того негативного настроя, которого мы придерживаемся, потому что совершенно очевидно, что после снятия финансово-экономических санкций с Ираном, это ближневосточное государство получило зеленый свет, чтобы поставить на рынке дополнительные объемы и, соответственно, еще больше усилить интерес к такому поводу, как переизбыточность энергоресурсов в рамках и масштабах всей мировой экономики. Это очень интересный повод, потому что он вполне может быть заложен в основу как среднесрочного, так и долгосрочного трейдинга по, соответственно, бренду и WTI. От долгосрочного понижательного настроя мы не отказываемся. Знаем то, что позиционно этот актив продолжит снижаться и в целом изменить ситуацию сейчас ничего не может. Почему мы вчера не видели более серьезную просадку? Потому что помимо того негатива, который присутствовал на рынке, связанный с тем, что Иран готовится поставить доп. объемы, был уже и нейтрализующий фактор это заявление со стороны ОМАНа о том, что они готовы снизить объемы производства на 5-10%. Но если у вас есть возможность проанализировать динамику производства со стороны этого региона, вы поймете то, что на самом деле здесь также радоваться нечему, потому что производство там на довольно скромных уровнях. Ну, по крайней мере, не на таких значительных, как то же самое Саудовская Аравия. Для положительного момента, которых мы не видели на рынке ресурсов очень давно, это повод, который все-таки поддержал нефть, но не думаю, что он будет иметь какое-то среднесрочное влияние. На повестке дня у нас еще возможность проанализировать актуальные данные по запасам нефти. Это уже оценка ОПИ, сегодня мы будем следить вечером за ней, завтра в ходе брифинга я обращу внимание на конкретные цифры уже, хотя думаю, что мы можем увидеть очередной прирост запасов, и если это произойдет, значит на ней будет оказан уже и локальный фактор давления. Ну, а в среду уже официальная статистика от Минэнерго США, здесь преемственность также сохраняется. На прошлой неделе у нас был фактор незначительного прироста, и мы видели, как это тут же сказалось на разгрузке Брента и WTI. В качестве еще одного интересного фундаментального фона, безусловно, стоит отметить целый блок макроэкономических данных со стороны Китая, который был опубликован буквально несколько часов назад. Если у вас была возможность проследить за этой статистикой, молодцы, если нет, ничего страшного, потому что хорошо, что пока мы не увидели никакой паники. Из-за, по факту, выхода этих отчетов. Хотя, честно говоря, радоваться нечему. Ронечные продажи. Давайте говорить уже тоже на основании тех цифр, которые были опубликованы, ничего не приукрашивая. Ронечные продажи. 11,1% с прошлого, 11,2%. Промышленное производство. 5,9% с прошлого, 6,2%. Капиталовложения тоже снизились. 10% с прошлого месяца, 10,2%. Что касается квартального прироста по ОВП, 1,6% с 1,8%. То есть, все четыре отчета оказались хуже прогнозов и серьезно контрастируют с той оценкой, которую мы наблюдали в прошлом месяце. По идее, этих данных должно было быть достаточно, чтобы уже несколько часов назад спровоцировать серьезную разгрузку Brent, WTI, спровоцировать снова переток капиталов, защитные активы, франк, японскую иену, облигации, драгоценные металлы. Но этого сейчас не происходит. Почему? Важный, правильный вопрос. Очень хочется надеяться, что это связано с тем, что трейдеры уже устали закладывать чрезмерный негатив по факту выхода макроэкономических данных со стороны Китая. Но что говорить об одном и то же? Что закладывать? Почему закладывать нужно одно и то же? Может быть, трейдеры уже действительно отходят от такой политики, потому что последние две недели мы видели, как осыпались и рисковые инструменты. Но в основном, да, мы видели, как Китай сказывался на динамике фондовых площадок, и трейдеры допускали возможность слабых макроэкономических отчетов по факту, собственно, вот этого вторника, то есть готовились к слабой статистике. Все это было дисконтировано в ценах, но, может быть, это, опять же, мой наигранный оптимизм, я хочу думать, что это именно так. И только по этой причине, что трейдеры уже отработали этот негатив, сегодня не стали сеять смуту на финансовых площадках и не стали разгружать, опять же, традиционные для нас инструменты, чтобы позволить себе, опять же, потихоньку выбраться, опять же, к старым инвестиционным идеям и уже торговать по их факту. Но допускаю еще и второй сценарий. Второй сценарий связан с тем, что может быть такое понятие, как временной лаха, отложенная реакция на то, что мы наблюдали по факту сегодняшних утренних отчетов. Как только в полную силу к рынку подключится Европа, начнет торговать Америка, в частности, вчера был праздничный день, может быть, участники рынка уже будут разделять другие настроения и не станут придерживаться такого позитива, как мы, а напротив, потащить фондовую секцию вниз. Если это произойдет, вы должны быть готовы к тому, что уже во второй части этой торговой сессии, во второй половине торговой сессии мы можем и рискуем наблюдать ту тягу, которая будет создавать интерес к франку, японской валюте будет провоцировать ослабление американца и может стать причиной роста европейского актива против доллара даже в район 1.10. Я, конечно же, не хочу, чтобы этот сценарий был реализован и стал, скажем, тем сценарием, которого будут придерживаться трейдеры, потому что сейчас с большей долей вероятности я продолжаю ставить на коррекцию европейского актива и хочу увидеть ослабление евро, потому что предпосылки для этого есть. Что касается, опять же, этих релизов макроэкономических данных со стороны Китая, пока нефть практически никак не отреагировала на эти отчеты. Если мы действительно уже завтра поговорим подробнее по этому факту, то есть завтра у нас будет возможность подвести конкретные итоги по тому, как отработает сегодняшняя торговая сессия, если трейдеры не будут провоцировать панические настроения, значит у Brent в первый раз за много последних торговых сессий может появиться локальный фактор для такого же локального роста. Ну и если он произойдет, будем констатировать уже по факту того, что будет на рынке и, соответственно, вернемся к этой теме уже в ходе завтрашнего брифинга. Пока позиционно-долгосрочно, если вы заряжены на трейдинг именно с точки зрения таких ориентиров, вы должны быть уверены в том, что все располагает в пользу того, что Brent еще не нащупал минимальные уровни. И напоминаю вам, что по версии многих рейтинговых агентств эти минимальные ценовые значения по Brent значатся даже ниже, по некоторой оценке, 20 долларов за баррель. То есть есть еще куда падать. Что касается российского валютного актива. Если слить за котировками на премаркете, то сейчас можете заметить, как пара USDRAP торгуется на уровне 79,5. Наша цель с вами была 78, быстро ее преодолели, потому что нефть по-прежнему находится под давлением. Долгосрочный ориентир 80 в качестве сопротивления, которое должно пасть. Сейчас этот уровень уже не за горами. По сути, можем наблюдать тестинг этого значения даже в рамках сегодняшней торговой сессии. Соответственно, если этот уровень также окажется позади, значит на рынке можно будет готовиться. В рамках российского рынка это уж точно полноценной паники. А эта паника может придать дополнительное ускорение паре USDRAP, потому что очень много денег будет через спекулятивный интерес снова утекать в валюту. То есть рублю придется также терпеть и страдать и со стороны подобного подхода. Значит, если 80 действительно окажется поддержкой после того, как пара закрепится выше, будем ориентироваться на более серьезное ослабление. Но здесь для российской экономики нужно уже обозначать очень мрачное будущее, хуже 2015 года, потому что такой вектор девальвации уж точно непременно разгонит показатели индекса потребительских цен, что на фоне снижения заработных плат еще болезненнее скажется на состоянии потреб, активности, динамики роничных продаж. И, как я закладывал в самых мрачных ожиданиях и прогнозах, мы сможем наблюдать более глубокие, прошу прощения, показатели по рецессии. По, опять же, версии ряда инвестиционных банков, ну особенно я слежу за Барклайс, они прогнозируют то, что российская экономика может просить больше, чем на 5%. Это, разумеется, сильно контрастирует с теми, опять же, прогнозами, которые мы слышим от Минэкономразвития, от Министерства финансов. Они по-прежнему уверены в том, что российская экономика в этом году сможет найти основания даже для роста. Непонятно, на чем это обосновано. Поэтому, торгуя парой USDRAP, долгосрочно ждем закрепления пары выше 80%. Сейчас все располагает к тому, что этот сценарий будет реализован. Как только окажемся выше, будем строить уже дальнейшие ценовые планы и приезживаться от других ориентиров. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Если в пятницу мы видели прирост евро, бычью динамику, то перетащить ее на новую неделю европейская валюта не смогла. Причина – это улучшение общих рыночных настроений. Действительно, те тенденции, которые мы наблюдали в рамках мировой фондовой секции, не располагали, опять же, к покупке рисковых активов. В частности, доллар снова стал расти. Японская валюта сдавала. Европейский актив лишился привычного статуса – статуса валюты, финансирования и фондирования. И позитив здесь был связан с тем, что Народная банка Китая сообщила о том, что они определяют, обозначают и ставят обязательное резервирование для офшорных счетов в юанях. И эта мера призвана, чтобы снизить спекулятивное давление на китайскую валюту и чтобы снять столь предсказуемый тренинг по этой валюте на мировых финансовых площадках. Если вы помните, что буквально недели ранее, также в понедельник, мы слышали и получили фактическое решение от Народного банка Китая о том, что они повысили обменный курс в юане. Поэтому в целом я считаю, что подобные действия явно сигнализируют о том, что Народный банк Китая не хочет и не ставит целью развязать валютно-испекулятивные войны. Просто это логичное следствие или лучше сказать даже издержка того, что Китай является одним из ведущих локомотивов всей мировой экономики. И то, что Китай заботится о своих национальных производителях, это правильно, иначе и быть не может. Народный банк Китая, он прежде всего должен лоббировать, опять же, идеи того, чтобы стимулировать экономику, поддерживать промышленность, повышать конкурентоспособность национальных производителей. Самый лучший инструмент, чтобы это сделать, конечно же, ослаблять национальную валюту. Но Китай не виноват в том, что он настолько крут, что провоцирует точно такие же тенденции в рамках других регуляторов и заставляет другие регионы действовать так же, опережающим образом, ослабляя курсы своих уже национальных валют. Поэтому, несмотря на те обвинения, которые сейчас звучат в адрес китайской экономики, то, что Китай провокатор, они сознательно идут на генерацию вот этих рисков, я считаю то, что это не совсем правильное обвинение. Но они, наверное, имеют место быть, собственно, так же, как и любая позиция, которая появляется на финансовых площадках. Дальнейшая динамика европейского валютного актива будет зависеть от фактической уже конечной реакции трейдеров на те данные, которые мы получили сегодня утром. Если мы поймем то, что трейдеры больше не хотят негативить, значит, все внимание переключится уже на тот фон, который идет со стороны европейского региона. У нас это данные по индексу потребительских цен. Напомню, что сегодня в 13.00 по московскому времени нас ждет актуальный отчет по инфляции. Судя по прогнозам, посмотрите на содержание экономического календаря, есть возможность увидеть значение снова, как минимум, минус 0,1%. А по некоторым скептическим оценкам, этот индикатор может оказаться еще ниже. И если это случится, вероятность этого крайне высока из-за того, что цены на энергоносители валятся. Значит, мы снова будем спекулировать на тему необходимости дополнительной поддержки со стороны Европейского центрального банка через расширение программы количественного смягчения. То есть, это та идея, которой я хочу окончательно вооружиться и которой я хочу придерживаться, чтобы торговать европейским активом против всех основных конкурентов. Но евро-доллар очень интересна в связи с тем, что мы по-прежнему ставим и метим в район 1.05. Это, кстати, актуальная идея, которая сохраняется в рынке. У нас по-прежнему держится коридор 100+, 1.10 и профит 1.05. Поэтому сегодня следим за статистикой. В частности, ранее индексы потребительских цен в рамках всей еврозоны в 10.00 по московскому времени у нас будет такой отчет по Германии. Корреляция очень высокая. И я уже говорил вам, что в случае снижения индекса потребительских цен в рамках Германии можно готовиться к такому же снижению и формате всего валютного блока. Поэтому даже до 13.00 у нас будет возможность даже подстроиться под статистику. Ну или строить какие-то прогнозы касательно того, что может быть с евро уже к окончании торговой сессии. Я все-таки настраиваюсь на ослабление. Но это опять же, если на рынке не появится какой-то форс-мажор, связанный с отложенным эффектом на слабую макроэкономическую статистику из Китая. Но честно говоря, если негатив был свойственен для рынка, он сразу же сказывается, опять же, хотя бы в динамике шанхайского композитного индекса. И это уже по принципу цепной реакции провоцирует панику на других площадках. Статистика вышла, но шанхайский композитный индекс пока держится. И поэтому я все-таки в качестве наиболее вероятного сценария отмечаю то, что трейдеры уже не будут распродавать фондовую секцию по факту выхода слабых данных. А значит, у нас есть возможность полностью фокусироваться на прежних трендах и прежнем фундаменте и сейчас цепляться за отчет по инфляции. Доллар японская иена. Вторую сессию подряд мы видим прирост. В частности, от локальных минимумов в прошлой неделе у нас пара набрала уже почти фигуру. Даже чуть больше. Актуальные котировки 117.76. Поддержку американцу продолжает оказывать улучшение рыночных настроений. Снова рост доходности американских бумаг, которые провоцируют интересы к и доллару, поскольку эти активы номинированы именно в американской валюте. Растет спред доходности между теми же самыми и японскими бумагами тоже. Это еще дополнительный триггер для притока инвестиций в американские облигации. Мы ждем статистику важную. На этой неделе также будет предостаточно. Буквально завтра отчет по инфляции. На этой неделе мы обновим актуальные показатели по индексу потребительских цен в рамках всех регионов, которые нас интересуют. Сегодня еврозон, как я уже отметил. Сегодня также Англия. Завтра индекс потребительских цен в США. Если инфляция получит основания для роста, значит будем готовиться к тому, что ФРС уже в ближайшее время анонсирует следующий шаг по повышению процентной ставки. Но в целом, в любом случае, что бы сейчас ни произошло, я хочу сделать акцент на то, что доллар без сомнения будет расти. Но иначе и быть не может. Особенно после тех разгрузок и тех потерь, которые он понес против той же самой японской валюты в последнее время. И текущие значения, они являются очень привлекательными для того, чтобы занимать уж совсем долгосрочные длинные сделки и вставать с ожиданием профита корректирован даже выше 125. У нас пока более среднесрочный подход. Ждем 120, потом 125. Я уверен, что рост американца продолжится, сохранится. Тем более, что сегодня утром в качестве дополнительного такого драйвера для нашей идеи можно отметить еще и заявление со стороны Курады. Это председатель Банка Японии. Он отметил то, что та программа количественного смягчения, которая сейчас действует в Японии, она направлена для того, чтобы разогнать показатели индекса потребительских цен к целевому значению в 2%. И если с этой задачей будут проблемы, если сроки достижения целевого показателя будут ехать, то Банк Японии непременно скорректирует политику. Под коррекцией политики нужно подразумевать возможность еще наращивания объемов покупки активов. Это как раз то, к чему мы также готовимся. И если это произойдет, значит японская валюта будет испытывать серьезный тотальный прессинг, что придаст дополнительное ускорение контрастирующему активу, то есть доллару. USD и иена в связи с этим, закольцовываем идею, будет иметь уже более тотальный и достойный фонд, чтобы показать всем свой характер, ну и прежде всего американцу это нужно. И настрой трейдеров на правильный подход в плане того, что многие верят в дальнейший рост американца. Поэтому, собственно, придерживаемся прежней инвестиционной идеи, от которой я по-прежнему не рекомендую вам отказываться. Фунт против доллара. Британец по-прежнему числится в числе аутсайдеров, в частности актуальная котировка 1.4264. Прежде чем поговорим о фундаменте, сразу хочу анонсировать вам новую идею, которой можно сейчас руководствоваться, это sell stop с уровня 1.4230, take profit 1.41, stop loss 1.4280. И будем надеяться, что в этот раз британская валюта не разочарует и позволит нам закрыть еще одну профитную сделку. Почему мы вчера в рамках практически всей такой сессии видели интерес к фунту? Он был связан, как я уже отметил, с общим рыночным настроением, которое улучшилось. И я думаю, что имело место быть еще и такое следствие, как отработка технических факторов. Потому что после тех потерь, которые мы наблюдали на прошлой неделе, посмотрите, за одну неделю фунт-доллар просел больше, чем на 300 пунктов. Конечно же, медведи хотели взять паузу и локально пропустить вперед быков. Но вот быки закрепиться выше уровня, в частности, даже локальный хай был 1.4324, выше уровня 1.43 так и не смогли. Я думаю, что это прежде всего связано с тем, что участники рынка прекрасно понимают, с каким новостным фоном мы сейчас имеем дело. И они, собственно, тоже торгуя фунтом. И сейчас актуальность новостного фона может быть еще больше подчеркнута, особенно через систему рисков, после выхода данных по инфляции. Сегодня в 12.30 по московскому времени нас ожидает, собственно, обновленный индикатор и в рамках английской экономики. Я советую также настраиваться больше на снижение, как минимум на нулевую территорию, на нулевую отметку. А даже в худшем случае увидим закрепление показателя уже на дефляционном уровне. И это создаст дополнительные возможности для распродаж британца, потому что снова поедут сроки повышения процентной ставки. И здесь я снова акцент хочу сделать на вчерашнюю конференцию у председателя Банка Англии, который вынужден был в свете последних тенденций пересмотреть прогнозы по экономическому решению на первый квартал на 0,1%. Если раньше он придерживался того, что экономика сможет набрать в начале 2016 года 0,6%, то сейчас эта оценка уже 0,5%. Хотя я думаю, что мы по факту закроем месяц вместе с английскими статистами еще хуже. То, что мы видим по британцу, это последовательное такое монотонное ослабление, которое полностью вяжется с действительностью. И мне кажется, это опять же такой скрытый план британского мегарегулятора, который так же, как и мы, готовится к ослаблению евро. И в свете того, что европейская валюта в перспективе может еще серьезнее просесть, самое главное сейчас создать условия, при которых британский бизнес не потеряет и не пострадает их конкурентно способности. Поэтому дальнейшие ориентиры краткосрочные известны, долгосрочные. Мы по-прежнему смотрим в район 1,40. Если вы находитесь в селе с высоких уровней, там 1,50, 1,49, 1,48, это блестящая сделка, если вы еще из нее не вышли. Но нужно дождаться еще более низкого значения, и мы непременно его дождемся. Далее идем. USDCAD достиг нового локального хая. Пара в целом и, соответственно, канадец минимума, 12-летнего минимума 1,46. Сейчас мы видим то, что пары корректируются. Это связано с тем, что нефть пока не торопится продолжать этот понижательный тренд. Канадец также взял локальную паузу, потому что девальвация за последние дни была очень существенной. Здесь инфоповод серьезный еще. Это возможность снижения процентной ставки. У нас это событие завтра. По сути, ставку мы увидим обновленную в 18.00 по московскому времени в среду, то есть на заточной торговой сессии. Поэтому давайте сегодня воздержимся от трейдинга по канадцу, а уже завтра в ходе брифинга я постараюсь обозначить конкретную сделку, конкретную идею, которой можно будет придерживаться. Ну и что касается других валютных пар, давайте в целом пробежимся еще по австралийцу против доллара. Сегодня мы видим, как австралиец растет. Также очень интересная динамика, учитывая то, что австралиец никак не отреагировал на слабую статистику из Китая. Если, не думаю даже, без всяких если, то что этот рост может иметь какие-то долгоиграющие последствия, австралиец будет только снижаться, но нам самое главное быть к этому готовым. Поэтому предлагаю вам сделку селлстоп 0.6850, тейк профит 0.67, стоплоск 0.69. Учитывая высокую коллекционную связь еще с новозеландцем, сейчас NZD и USD торгуются на уровне 0.6449. Давайте не будем распыляться по двум классам активов, а пока в рамках ключевых партнеров Китая вооружимся идеей только по австралийцу. USDCAD здесь предлагаю, buy limit 1.4450, отложенный ордер тоже, тейк профит 1.46, стоплос 1.44. Если мы доберемся до ближайшей поддержки сейчас в район 1.4450, значит будем покупать актив с этого уровня. Если не доберемся, то как я уже отметил, завтра я дам уже новую инвестиционную идею. Опять же, в преддверии возможного снижения процентной ставки, вероятность которого сейчас составляет около 60%. Согласитесь, это довольно-таки много. USDCAD 1.0073, пока также этим дуэтом валютных активов не торгуем. Ждем закрепления пары выше уровня 1.01, а потом уже в свете актуальных данных по США будем ставить на дальнейший рост американца. Ну и под это я дам уже конкретную идею. Золото 1.088, я по-трежнему ожидаю как косрочного роста по фактору, опять же, праздников фалунного Нового Года в Китае. Но пока здесь идею транслировать также не буду. Давайте подождем, посмотрим, как рынок отреагирует на отчеты этой недели. Если все будет неплохо, тогда поищем возможности для трейдинга игрок металлами тоже. Если все будет хорошо, ну тогда и в этом случае тоже найдем возможность для сделки. Собственно, на этом все. Из отсчетов еще раз напоминаю, у нас сегодня данные по инфляции. Это еврозона в 13.00 по московскому времени, в 12.30 до этого ранее на полчаса. Актуальная статистика по индексу потребительских цен в рамках Англии. Везде ждем снижения, которое может оказать дополнительный негатив и спровоцировать разгрузку для и британца, и соответственно для главного валютного риска. Еще раз большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, знайте, что их можно оставлять на официальном канале на YouTube, либо использовать для этого форум Амаркетса. Хорошей вам торговой сессии, ну и разумеется прибыльных сделок. Увидимся в ходе заточного брифинга. До свидания. Продолжение следует...